Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии я Аида Малахова. Россияне готовятся отметить День Конституции. В Национальном музее прошли 12-е Бусыгинские чтения. Интересную находку обнаружили в научной библиотеке Казанского федерального университета. Ректор КФУ Ильшат Гафуров представил университет на ВУЗПРОМЭКСПО-2019 в Москве. Это крупнейшее научно-образовательное событие России, ежегодно проводящееся с 2013 года. А теперь к основным новостям. 12 декабря 2019 года в нашей стране отмечается государственный праздник – День Конституции Российской Федерации. 12 декабря – памятная дата для всей России. Начиная с 1993 года День Конституции празднуется как день ее принятия. День Конституции России – праздник, посвященный главному правовому документу страны. Ежегодно отмечают 12 декабря. Высший нормативный правовой акт Российской Федерации принят народом России 12 декабря 1993 года и вступил в силу 25 декабря того же года. День Конституции, по мнению одного из разработчиков этой Конституции Сергея Михайловича Шахрая, это самое главное – это ядро согласия. То есть Конституция воплотила в себе те положения, с которыми не оспаривал никто, ни коммунисты не оспаривали, ни либералы, ни демократы. То есть, допустим, приоритет прав и свобод человека и гражданина. То есть ряд других положений, которые признавались всеми. И вот вокруг этого ядра согласия и строилась сама Конституция. Документ имеет высшую юридическую силу. Это означает, что все законы, которые принимаются в стране, не могут противоречить Конституции. При этом она применяется на всей территории и во всех субъектах Российской Федерации. Многие идеи, которые заложила Конституция, они до сих пор актуальны и реализуются в нашей жизни. Поэтому, конечно, хотим или не хотим, но наличие подобного рода документа, который регулирует самые главные, основные системообразующие общественные отношения, это всегда здорово, это всегда, по меньшей мере, повод для того, чтобы отметить эту дату, он всегда существует. День Конституции – знаменательное событие в жизни государства. Действующая Конституция оказывает огромное влияние на жизнь каждого человека. Поскольку она закрепляет систему его прав и обязанностей, гарантий их реализации. Чем бокс отличается от драки? В боксе всегда правила есть, судьи есть. Драка – это, извините, борьба без правил. То есть, вот по факту, по факту, отсутствие Конституции – это как раз та самая политическая драка, борьба за власть, которая в отсутствии правил. И, конечно, когда есть нормы права, которые регламентируют наиболее важные, самые важные общественные отношения, это, я не знаю, это условия, которые для нормального функционирования любого общества и государства сейчас. В Национальном музее Республики Татарстан прошла Всероссийская научно-практическая конференция «12-е бусыгинские чтения». Подробности о ней смотрите в следующем сюжете. В Национальном музее Республики Татарстан прошла Всероссийская научно-практическая конференция «12-е бусыгинские чтения». Конференция была посвящена 145-летию со дня рождения профессора Адлера, 125-летию со дня рождения профессора Воробьева и памяти профессора Бусыгина. Конференция – это дань памяти нашим учителям. И в связи с современными событиями, которые так наполнены на мир, мы, конечно, должны свою историю, свое прошлое помнить, знать и гордиться. О Казанском университете есть чем гордиться. Имена действительно выдающихся ученых – Бруна Фридриховича Адлера, отца основателей Казанской этнографической школы, Евгения Прокопьевича Бусыгина, Николая Ивановича Воробьева, действительно известные широко мировой науки. Это те люди, которые вершили историю, в том числе историю научной мысли. Они развивали этнографию. Организаторами 12-го форума стали Казанская государственная консерватория имени Жиганова, Казанский федеральный университет и Национальный музей Республики Татарстан. Этнография – это национальная культура. А мы сейчас понимаем, без изучения национальной культуры наше общество, оно деградирует. Мы с вами свидетели, поэтому основная цель этнографической науки, все то, что мы делаем, это сохранение, в какой-то степени возрождение национальной культуры и, самое главное, сохранение и возрождение национального самосознания каждого народа. И каждый народ хочет сохранить свое название. Через что? Через культуру. Песенную, танцевальную, хореографическую, через науку, искусство. Вот это самая главная наша задача. Основной темой конференции стала Казанская этнографическая школа «Антропология академического пространства в историческом контексте». Мы хотим показать роль наших выдающихся ученых и сохранение их авторитета, их научных исследований для будущего поколения. В программу конференции вошли более 40 докладов ученых из разных городов России, в том числе из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Ильвира Зорина, Ленарда Влетьярф, Универньюс. Сотрудник научной библиотеки имени Лобачевского КФУ совершил интересную находку в отделе рукописей и редких книг. Открытка с новогодним поздравлением от известного советского артиста Спартака Мишулина была прислана профессору Казанского университета Аркадию Шоффману в 1989 году. По какому поводу, узнаем далее. Спартак Мишулин был одним из самых популярных и успешных актеров 60-70-х годов XX века. Кинозрители могут знать его по ролям пана-директора в телепрограмме «Кабачок-13 стульев» и немногословного Саида в советском истаре «Белое солнце пустыни». А театральные – по роли Карлсона в знаменитом спектакле театра сатиры «Малыши Карлсон, который живет на крыше». В отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского КФУ уже 30 лет хранится необычный документ – открытка новогоднего поздравления казанского историка Аркадия Шоффмана от известного советского артиста. Аркадий Шоффман – выдающийся специалист по античности, именно периода Римской империи. И чуть более раннего периода у него есть работа, посвященная империи Александра Македонского. И он прибыл сюда после эвакуации в Средней Азии в Казанский университет. И, соответственно, занял здесь ведущее положение. Одним из его коллег, как он считал, учителей, был профессор Мишулин. Александр Мишулин – советский историк, профессор Московского университета, автор многочисленных книг по древней истории, в том числе посвященных восстанию Спартака. Спустя годы после смерти известного историка Шоффману пришла в голову неожиданная мысль. Не является ли актер Спартак Мишулин родственником антиковеда Мишулина? Он решил написать письмо, и очень интересно, как он выбирает здесь фразы. При этом мы понимаем прекрасно, что ситуация с бумагой была не очень хороша. Мы видим, что на обороте какого-то другого материала он, конспектово какого-то, пишет это письмо. Он обращает его в театр сатиры и задает вопрос, может быть, все-таки вы родственник покойного профессора Мишулина Александра Васильевича? Только к Новому году пришел ответ от знаменитого актера. Спартак Мишулин поздравил Аркадия Шоффмана с праздником и написал, что действительно является племянником прославленного антиковеда. Спартак Мишулин действительно отвечает, что я племянник профессора Мишулина, оставляет данные по родственникам Александра Васильевича Мишулина с телефонами, с рабочими телефонами, домашними телефонами, для того, чтобы Аркадий Шеменович мог связаться. В научной библиотеке имени Лобачевского также хранится рукопись Шоффмана очерки советского антиковедения. В ней рассказывается о том, как Александр Мишулин сформировал его научные интересы. Шоффман первоначально писал диссертацию, назвал ее «Демосфер» как заседник афинской независимости, занимался всем этим делом. Как он сам отмечал, это было время, когда в Европе обушевал фашизм, в этой борьбе гибли тысячи героев, я тоже искал таких героев. Одним из них мне представлялся греческий оратор «Демосфер». Однако после того, как эту работу посмотрел Мишулин и высказал ряд критических замечаний, которые, прежде всего, касались пожеланий более глубокого изучения материала о Филиппе и Македонии, он занялся как раз вот этой темой, которая потом сформировала его дальнейшие научные интересы. И он этим и занимался только. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!